Добрый день, уважаемые коллеги! Хочу выразить свою благодарность Организационному комитету и лично Алексею Михайловичу Карачуну за приглашение участвовать в конференции «Белые ночи». Также хочу выразить благодарность моим коллегам Мадьярову Жасуру Махировичу, Расулу Заву Бадановичу и Куликову Артуру Эдуардовичу за помощь в подготовке этой презентации, которая посвящена проблемами латеральной лимфодисекции, существующей уже не один год. Обновим статистику по колоректальному раку. К сожалению, заболевает уже почти 2 миллиона человек ежегодно, при этом около миллиона пригибает. В нашей стране статистика также неутешительная. Колоректальный рак вышел на первое место с цифрами 13-1% в структуре злокачественных заболеваний. При этом рак прямой кишки зачастую осложняется развитие метастазов латеральной пространства таза, которое, по данным большинства японских исследований, колеблется от 7 до 23%. И чаще всего это происходит при нижнем полярной локализации мрака практически в 2 раза чаще, чем при локализации опухоли в высшем уровне таза и брюшины. По данным многочисленных японских исследований, чаще всего метастазы латеральной лимфатической узлы происходят вдоль внутренних подвздошных сосудов в подавляющем большинстве случаев. Как показало одно из исследований, в котором было в анализ включено более 11 тысяч пациентов, в 11,3% были обнаружены метастазовые латеральные лимфатические узлы. При этом чаще всего они опять-таки локализовались вдоль внутренних подвздошных сосудов. И, кроме того, были обнаружены также пространства в запирательной области, наружно-подвздошные, общеподвздошные сосуды, бифоркация аорта и медиасакральные зоны. И поражение тазовых лимфатических узлов чаще всего ассоциируется, конечно, с поражением мезоректальных лимфатических узлов, но это не единственный фактор негативного прогноза, как было указано выше, нижняя ампулярная локализация и, кроме этого, наличие отдалённых метастазов. По данным исследований, в которых анализировалось более 1000 пациентов, было показано, что наличие трёх факторов риска и менее приводит к поражению 4,5% узлов, а если этих факторов более трёх, то частота поражения в 7,5% раз выше. Факторы такие, как женский пол, степень дифференцировки опухоли, глубина инвазии опухоли, лимфовоскулярной инвазии, наличие позитивных мезоректальных лимфатических узлов и другие. Так что же делать с этой проблемой? Необходимо ли оперируть этих пациентов в объёме расширения лимфодисиции, либо проводить им лучевую терапию? Давайте обратимся к японским рекомендациям 19-го года, в которых показано, что при опухоли более чем Т2 и локализующейся ниже уровень тазовой брюши, необходимо выполнять латеральную лимфодисицию. Кроме того, также есть указания о том, что при опухоли Т3 выше, либо при наличии метастатических поражённых лимфатических узлов, необходимо проводить предоперационную лучевую терапию. Проанализируем непосредственно латеральную тазовую лимфодисицию. Как было показано в одной из японских работ, где было проанализировано по 500 человек в группе мезоректомектомии и расширенной лимфодисиции пациентов с Т3 и Т4 без предварительного облучения с опухоли локализующейся ниже уровня тазовой брюшины, расширение объёма вмешательства привело к улучшению общей пятилетней выживаемости, причём за счёт второй стадии, тогда как при третьей стадии разницы никакой не было. Другое рандомизированное исследование по оценке эффективности оральных второперемединов, проведенное в Японии, был выполнен сепаратный анализ групп больных принесших ТМИЕ, а также латеральной лимфодисиции, более чем по 200 человек в каждой, без предварительной химиоучевой терапии. Расширение объёма вмешательства не привело к улучшению безрецидивной выживаемости, общей выживаемости в течение пятилетнего срока, так же, как не изменилась и частота местного и отдалённого метастазирования. И результаты единственного японского исследования, посвящённого расширенной латеральной лимфодисиции при раке нижнего полярного отдела со второй-третьей клинической стадии и без предварительных данных о поражении лимфатических узлов. По 350 человек было проанализовано в каждой группе. Расширение объёма вмешательства в этом рандомизированном исследовании не привело к улучшению пятилетней безрецидивной и общей выживаемости. В данном мире пятилетняя выживаемость без местных рецидивов также была одинаковой. Единственное, что показали авторы, это то, что выполнение тазовой лимфодисиции приводит к уменьшению латеральных рецидивов в сравнении с тотальными зарядками практически в три раза. Так эти результаты, они наоборот, в общем-то, как-то задают нам вопросы. Необходимо ли делать тазовую лимфодисицию при латеральных метастазах? Нужна ли химия-лочевая терапия? Требуется ли более точная предупрессивная диагностика на основании которой необходимо было проводить селекцию пациентов? Насколько опасна эта процедура? И требует ли она подготовки хирурга? Обратимся ещё к одному исследованию. Также выполнил Японию. 9 тысяч человек проанализировано. Две группы пациентов с тотальной мезоректомектомией и с расширенной диссекцией. Авторами были показаны выживаемость в зависимости от поражения лимфатических узлов. Естественно, выживаемость при второй стадии была наилучшей. Но были показаны удивительные результаты. Авторами была найдена корреляция между два стадии мезоректальных лимфатических узлов и одинаковым прогнозом с метастазами внутренних подвздошных латеральных лимфатических узлов. В равной мере при поражении Н2Б выживаемость у этих пациентов была такая же, как при поражении наружных подвздошных латеральных лимфатических узлов. Из чего автор делает вывод, что метастазы латерами тазовыми лимфоузлы нужно расценивать как метастазы региональные лимфатические узлы и удалять их. Кроме того, было показано, что прогноз пациентов с метастазами даже наружные лимфатические узлы благоприятный, чем четвёртая стадия. Другое исследование японское показывает, что выполнение D3-диссекции при поражении латеральных тазовых лимфатических узлов имеет больший терапевтический эффект, нежели при поражении апрекальных лимфатических узлов и приводит к выживаемости 55%, в то время как поражение апрекальных лимфоузлов даже при их удалении обеспечит выживаемость не более 36%. Одна из метааналитических работ прошлого года проанализирована 4,5 тысячи пациентов, 12 исследований, и было показано, что частота местных лицедевов ниже при выполнении расширенной диссекции у необлачённых пациентов. Таким образом, авторы говорят о преимуществе этого метода за счёт снижения частот местных рецидивов. Однако другой метаанализ, опубликованный совсем недавно, в этом году, и который включал в себя уже 21 исследование, в котором было одно рандомизировано, показал удивительные данные, что частота местных и всех рецидивов выше, наоборот, при выполнении расширенной диссекции, а частот отдалённых метастазов одинаково. Эти данные были получены при обработке нерандомизированных исследований. Таким образом, авторома заключает, что латеральная диссекция не может дать оптимальный результат. Так как же лечить этих пациентов? Может быть, их не нужно оперировать, а нужно выполнять предоперационную химолочевую терапию? Обратимся к известной публикации, в которой были сравнены результаты Датч-трайл, исследование, в котором производилась оценка эффективности предоперационной лучевой терапии 5.5 ГРЭИ с пациентов, перенесших мезоректомектомию. В этой же публикации были проанализированы пациенты, перенесшие латеральные фодисекции, а период в Японии. И было показано, что лучший эффект обеспечивает либо выполнение латеральной лимфодисекции, либо проведение предоперационной химолочевой терапии в сравнении с группой больных, которым просто выполнено с латеральной мезоректомектомией. Обосновывается это тем, что лучевая терапия может стерилизовать латеральные пространства и давать такой же эффект, как и латеральная лимфодисекция. И если посмотреть существующие клинические рекомендации Европейской ассоциации клинических онкологов, то мы не увидим упоминания о латеральной лимфодисекции, равно как мы не увидим его и в современных рекомендациях НССН. Но что же делать, если при обследовании пациентов появляется поражение латеральных лимфатических узлов на дооперационном этапе? Достаточно ли выполнить предоперационную химолочевую терапию, либо им ещё нужно выполнять латеральную лимфодисекцию? Давайте посмотрим, что говорит литература. Одно из крупнейших расследований японских, в котором тазоводисекция выполнялась при наличии узлов более 7 мм до начала лечения. И в последующем у каждого четвёртого пациента были обнаружены метастазы латеральной лимфатической узлы. Так вот, авторы, выполняя латеральную лимфодисекцию, показали одинаковую общую и безрецидивную трёхлетнюю выживаемость, равную, как и одинаковую частоту местных рецидивов, в сравнении с теми пациентами, которым не выполнялся латеральная лимфодисекция. Как следует интерпретировать эти результаты? Это успех, несмотря на наличие метастазов у каждого четвёртого пациента латеральной группы лимфатических узлов, показать ли выживаемость не те же. Или это, наоборот, неудача, не удалось добиться улучшения отдалённых результатов. Метааналитическая работа, в которой включена 8 исследований, 7 японских и 1 корейская, и проводилось сравнение также у облучённых пациентов объём лимфодисекции расширенной плюс латеральная мезоректомектомия. Авторам было показано, что процедура латеральной лимфодисекции уменьшает частоту именно локальных рецидивов у облачённых пациентов, и что эта процедура имеет смысл для выполнения даже в такой ситуации. Ещё одна работа, в которой проанализированы публикации, где по данным предоперационного обследования были убедительны данные о поражении латеральной группы лимфатических узлов. Этим пациентам выполнялась латеральная расширенная лимфодисекция. Были показаны также одинаковые результаты в отношении местных рецидивов в сравнении с татами мезоректомектомией. И так называемый показатель пятилетней смертности тоже был одинаков в обеих группах. Другими авторами была произведена попытка анализа вероятности поражения латеральных лимфатических узлов в зависимости от их размеров. И было показано, что если лимфоузлы после химолочевой терапии меньше 5 мм, то они практически являются признаком интактных лимфатических узлов. В то же время, если они 5 мм и больше, то вероятность поражения достигает 64%. И, соответственно, эти размеры лимфатических узлов должны являться показанием коллатеральной лимфатической диссекции. На мой взгляд, одна из самых интересных работ с глубоким анализом клинических данных, в которой было в ретроспективной части этой работы были проанализированы результаты размеров лимфатических узлов и отдалённых результатов. Так было показано, что если лимфоузлы более 7 мм до начала химолочевой терапии, то латеральный рецидив развиваются в 17%. А если они менее 7 мм, то они развиваются всего лишь в 4%. В то же время, если лимфоузлы после химолочевой терапии меньше 4 мм, то рецидив не бывает вовсе. А если пациентов лимфоузлы более 7 мм до лучевой и более 4 мм после химолочевой, то вероятность латеральных рецидивов возрастает до умопоморочительных 52%. Но выполнение химолочевой терапии с тотальной мезоректомектомией и латеральной лимфодисекцией снижает частоту латеральных рецидивов до 8%. Этими же авторами в другой статье были проанализированы предикторы отдалённых результатов и показано, что при размерах лимфоузлов более 7 мм до химолочевой терапии и более 4 мм после химолочевой терапии у пациентов развивается местный рецидив. В то же время, если лимфоузлы в актураторном пространстве размерами более 6 мм после химолочевой терапии, то это ассоциируется с отдалённым метастазом и низкой опухолеспецифической выживаемостью. Авторы показывают, что выполнение латеральной лимфодисекции после химолочевой терапии уменьшает частоту местных рецидивов только в том случае, если есть признаки поражения подвздошных лимфоузлов. И высказывают гипотезу, а можно ли улучшить контроль отдалённых метастазов, выполняя латеральную лимфодисекцию по химолочевой терапию при наличии опторотонных лимфоузлов более 6 мм. Этому и посвящено запланированное ретроспективное исследование ЛАНУРЭК, которое стартовало и проводится в Нидерландах. Группой авторов было предложено тактикой лечения в зависимости от данных операционного обследования, так у пациентов с опухолем Т3-Т4 в нижнем полярной локализации, и с подозрительными на поражение латеральным лимфатическим узлами более 7 мм. в размере рекомендуется выполнение предоперационной химолочевой терапии с рестодированием с помощью МРТ через 6 недель. Если имеются лимфоузлы более 4 мм, то нужно обязательно выполнять расширенную лимфодисекцию. А если узлы менее 4 мм, то достаточно выполнить мезолектомектомию, но наблюдать этих пациентов каждые 6 месяцев в течение 2 лет с помощью МРТ. Если будут лимфатических узлов, то выполнять эффективную латеральную лимфодинектомию. Нельзя не упомянуть о результатах самой расширенной лимфодисекции, как показано в большинстве исследований. Эта процедура увеличивает время операции, в большинстве исследований также кровопотеря, частоту осложнений и мочеполовых дисфункций. И, безусловно, эта операция требует определённой подготовки, так и опрос членов общества колоритальных хирургов показал, что 57% хирургов никогда не учились тазовой диссекции, 62% никогда её не выполняли. В рекомендациях НССМ указано, что для пациентов с положительными латеральным лимфатическим узлами либо вовлечённым циркулярным краем для выполнения операции хирург должен быть подготовлен и иметь опыт расширенных резекций при раке прямой тяжки. Таким образом, вероятность поражения латеральных лимфатических узлов увеличивается при размере лимфоузлов более 7 мм, при поражении мезоректальных узлов нижней ампулярной локализации рака. Выполнение тазовой лимфодисекции снижает риск развития латеральных рецидивов, но никак не меняет другие показатели удаленных результатов. Профилактическая лимфодисекция не является эффективна, не показано её преимуществом на демизионных исследованиях. Если после химолочевой терапии определяются увеличенные латеральные лимфатические узлы, то это показания для латеральной лимфодисекции. Безусловно, процедура не совсем безопасна и требует подготовки хирургов техники латеральной лимфодисекции. Благодарю за внимание. Продолжение следует...